Вот это снимок до, а вот это снимок после. Не нужно быть медиком, чтобы понять. Разница колоссальная, но все же нужно быть медиком, чтобы знать. Эта разница подарила человеку несколько лет полноценной жизни. Так тяжелым раковым больным помогает радиоактивный стронций. Стронций-89. Радиоактивное вещество вводится больному внутривенно, накапливается в местах, где рак начал разрушать кости. Кости разрушаются, когда рак переходит в тяжелую стадию. Это метастазы. Как правило, к этому моменту человек испробовал все методы лечения. Последние 30 лет стронций кололи палеотивно, то есть только для облегчения страданий. Считалось, что хоть как-то обратить процесс, в котором уже появились метастазы, невозможно. Полтора года работы Центра ядерной медицины показывают – это не так. Спасением от неизлечимого может стать один такой укол. Кому-то достаточно одного. Допустим, будет пациент, насчитаем до 10 поражений в костях, в разных костях во всем скелете. И все пластические очаги. То есть, да, мы можем поставить один укол с необходимой активностью терапевтической. Через три месяца мы можем наблюдать полный регресс. Но есть одно правило, которое пока не отменила даже ядерная медицина. Раньше найденное всегда имеет больше шансов на излечение. Это говорят и врачи, которые занимаются лечением ракопростаты. 99% их пациентов с первой и второй стадии рака выздоравливают. Из-за специальной методики все они сохраняют возможность стать родителями. Это брахитерапия. Брахитерапия – способ лечения раков. В пораженный орган помещают радиоактивное зерно. Оно облучает больные клетки, не затрагивая здоровые. Это специальный защитный материал. Вот в такой кассете, защитной кассете, можно брать спокойно в руки любому человеку без всякой защиты. Облучения никакого не будет. В этой кассете и находятся те самые зерна. Специальной иглой под местным наркозом они будут помещены прямо в центр пораженного органа. В зависимости от мишени, в зависимости от объема пристательной железы, нам требуется, как правило, от 30 до 60, иногда до 80. Вот таких источников. И вот как раз количество таких источников, куда их поставить, как раз занимаются доктора-радиологи, медицинские физики. Пациенты обычно сразу могут выписывать. Есть некий реабилитационный период, связанный с тем, что там все-таки операция, то есть иглы втыкаются, то есть он сутки, допустим, здесь находится в стационаре. Потом на следующий день спокойно выходит по всем нормам пристательной безопасности, он проходит спокойно. Пациент уходит домой через сутки-двое, а зерна продолжают работать внутри него. И через два месяца о раке простаты человек забывает, тогда как больше тысячи мужчин ежегодно от этой болезни умирают. Екатерина Кашутчик, Виталий Суботин, Николай Чистяков, Новости ТВК.